Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс продолжает свою программу. Сегодня пятница, время в Чикаго, час дня. На восточном побережье 2 часа дня, это Вашингтон, Нью-Йорк, на западном побережье, 11 часов утра, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Но в Москве в этот час уже 10 часов вечера, и на связи у нас Александр Алимов, энергетический целитель, контактер и учитель. Мы в прошлый раз, Александр, здравствуйте, во-первых. Добрый вечер. Да, мы говорили в прошлый раз о таких людях, которых называют контактеры, ченнелинг. Это именно то, что кто-то имеет возможность выхода в высшие сферы и общения с высшими силами. И таких людей называют контактерами. Саш, ну, давай мы тогда продолжим эту тему. Что именно, как это все происходит, вот такой контакт происходит, и кто на кого выходит, на самом деле. Контактеры выходят на высшие силы или высшие силы находят на контактеры, потому что вот есть там, скажем, факты о том, что пришельцы, так называемые, они выбирают каких-то людей на Земле и начинают с ними общаться. По какому принципу, непонятно, но вот таким образом это происходит. Ну, вот в данном случае мы говорим о контактах. Ну, еще раз, добрый вечер. Как вообще все это происходит? То есть мы сами, соответственно, не выбираем, с кем нам контактировать, и мы не можем выбрать, и мы самостоятельно не сможем выйти на контакт. Если, так говорится, с той стороны не будет сигнала в сторону нас, да? То есть когда вообще происходит контакт, то есть информация идет через канал, она поступает в мозг, из мозга на уровень сознания, и сознание выдает нам это в виде мысли, да? То есть почему, опять же, с прошлым эфиром мы заговорили о некачественной информации, которая поступает? Все как раз и зависит здесь. Я почему в прошлом эфире упомянул, что контактеры должны поинтересоваться у своих учителей, чтобы они им дали практики, которые будут позволять как раз трансформировать сам канал, то есть поступающую информацию в виде энергии, да? То есть она поступает в мозг. Здесь нужно и канал контролировать, ну, и трансформировать мозг, уровень сознания, чтобы эта информация была четче, все, с каждым разом четче, четче и четче, да? И то есть поэтому, в принципе, я и слышу, что информация у всех разнится, у всех контактеров, да? Хотя мы все занимаемся одним единым делом, мы передаем информацию на Землю. Вот, и когда-то я тоже задался этим вопросом, почему да как, да? И спросил у своего учителя, и мне стали объяснять, то есть мне стали давать практики для того, чтобы усилить поступление качественной информации, потому что первоначально это было так, как будто вот я современный человек, да, живущий в 21 веке, а мой учитель из, к примеру, 4 века нашей эры, ну, вот представьте, да, и получается так, что мне приходилось постоянно переспрашивать, потому что мы друг друга практически не понимали. Пока мы настроились на общую волну, да, прошел какой-то этап времени, и то мне давали практики, чтобы я трансформировал свое тело непосредственно, все вот эти внутренние свои процессы для того, чтобы получать более качественную информацию. По поводу учителей, кто и как, цивилизации, кто выходит с нами на контакт, скажу так, как мне объясняли мои учителя, и то, что я смог проверить. Учителем даже может являться, к примеру, сущность, которая обитает в астральном плане, да, как говорится, на нижнем уровне. Да, может, но все зависимости, какую цель он преследует, опять же. То есть эволюция учителей, она тоже очень интересная. То есть сначала они начинают с эфирного плана, да, потом переходят в астральный план. Вот как я говорил когда-то о некой школе, да, вот, к примеру, идет первый класс, вот учитель выдает программу первого класса, и он ей в совершенстве владеет, но он не владеет информацией, к примеру, со второго класса совершенно, да. Вот как мы проходим все эти классы, так и проходят наши учителя. То есть идет некая система эволюции, вот, то есть они также набираются опыта, они также обучаются, чтобы повысить свой уровень знаний, да, то есть они переходят уже в окончательный, окончательный этап, это когда с астрального плана учитель переходит на ментальный уровень. То есть, да, вот, на астральном плане. Хорошо, что меня уберегли от учителей с астрального плана, потому что я наслышан, не понаслышке, о большом количестве так называемых сущностей, которые себя могут выдавать за учителей, да, то есть они могут приходить в разных формах, то есть принимать даже разную форму, а на самом деле это будет, к примеру, сущность, которая просто от вас подпитывается энергией. И здесь самое главное, почему я говорил, что вам нужно проверить, с кем вы общаетесь, потому что заливать патоку в уши, о, поверьте, они очень могут. И вот действительно учитель ли это вам дает, или это астральная сущность, которая просто от вас питается, уводя вас от истинного пути развития. Поэтому там, как и сущности уже учителей, и учителей совершенно низкого уровня, которые не владеют информацией, к примеру, гораздо выше, и они могут путать, уводить в сторону, то есть, ну, много всего. Это мне моя подруга объясняла когда-то, да, контактер, и я уже потом сам это проверял, потому что я не верю никогда никому, и даже своим учителям, я не верил на слово, я все проверял на собственной функции. То есть, относительно недавно я только стал им доверять. И то, когда, кстати, меня Сергей за это отругал, он говорит, тебе такие знания дают, а ты им до сих пор не доверяешь. Я говорю, понимаешь, вот у меня есть четкое понимание, осознанность. Вот пока я не проверю, я не верю. Да, я проверял все на себе, поэтому я говорю только о своем опыте, что-то, если я рассказываю, только из своего опыта. Никаких книг, никакого другого опыта, только лично свой опыт. Вот об этом я как раз и хотел. В прошлом еще эфире, ну, так получилось, что мы даже превысили в эфирах рассказать. Поэтому, дорогие друзья, все мы делаем одно дело, все мы стремимся к переходу. Я хотел бы, чтобы вы мои слова восприняли не в штыки, а как помощь такого же человека, развивающегося, как и вы. Да, потому что я устал уже от постоянных войн. Да, устал от постоянных войн, да, как и все, наверное, устали. Мы уже не хотим не воевать, не ссориться между собой. Ну, вообще все люди, я имею в виду, да, нам все это настолько надоело. Политика, бизнес и все, что я смотрю, сейчас люди полностью бросают, уходят в духовность. Потому что им надоело это все. Мы хотим изменений. И чем раньше мы начнем это понимать, между собой не ссориться, а помогать друг другу, помогать другим людям, тем мы быстрее перейдем к этому. Потому что все эти системы, которые сейчас нынешние есть, они рухнут. И те предводители, и те люди, которые цепляются этой системой, это тайные общества, это религии и так далее. То есть даже Далай-Лама это осознал уже. Так почему другие какие-то люди этого не понимают? Да, просто вот на Фейсбук и увидел статью Далай-Ламы, да? Саша. Который говорил, что уже все было. Да, ну, тут... Это сложный вопрос, на самом деле. Дело в том, что это весь, вся наша жизнь, это путь познания, и кто-то проходит его быстро, кто-то проходит его медленно. У кого-то карма просто не позволяет это все постичь. И его жизненный путь в этой, ну, в этой, скажем, форме, он такой. Поэтому как есть, так оно есть. Да, это, так сказать, твои слова Бога в уши, это абсолютно все верно и правильно. Для этого мы и ведем эти программы для того, чтобы дать пищу для размышления. Насколько она будет, эта пища, принята, и как она будет перевариваться, это вопрос уже следующий. Наше дело с тобой, ну, дело, свое дело, будем так говорить. Я рад соответствовать этому, и я рад тому, что ты, постигая на себе вот этот путь, делишься им. И это здорово и замечательно. Ну, если, да, если мы... Что-то еще есть по поводу контактов, контактеров? Ну, это последнее, что хотел бы сказать всем ребятам, которые развиваются, даже пожелать вам удачи в развитии. Не останавливайтесь на полпути, не думайте, что того, что вы достигли, это предел, потому что за этим пределом открывается еще больше. Поэтому эйфории здесь быть не должно. Должно быть четкое понимание пути, исследование этого пути. А по поводу кармического цикла здесь немножко не соглашусь, потому что там дается нам на выбор. Как слово «да» — «нет». Пойдешь, не пойдешь. То есть, если не пойдешь, то почему? Если переосмыслишь это все внутри себя, да, и пойдешь по срединному пути, то это не переложится на следующее воплощение. Ты уже, получается, своим переосмыслением ты отрабатываешь это, отработал уже, получается. И поэтому тебе не надо идти туда, в эту тупиковую ситуацию, которая, ну, к примеру, наживаться на людях, обладая способностями, да, к примеру, там, какие-то вещи. Можно, можно без примера. Понятно. Само по себе. Нет, ну, без сомнения, ты, без сомнения, конечно же, прав в этом плане. То есть, тут даже вопросов нет. Я хотел просто сказать о том, что у человека есть выбор. И не всегда этот выбор правильно он делает, потому что он сам находится в неведении. И поэтому наши программы, они как раз способствуют тому, что, еще раз, пища для размышления. Ну, я вижу о том, что чем дальше, тем более приятно, что они наблюдать, что наши радиослушатели, телезрители, они понимают, о чем идет речь, они задают вопросы, они живо этим интересуются, и они оставляют свои комментарии. Вот мы это и предлагаем, дорогие друзья, вам сделать. Я напомню о том, что мы беседуем с Александром Алимовым, энергетическим целителем, контактером, учителем. И это центр SunGate. Меня зовут Майкл Мелехов. И мы находимся в студии SunGate Radio. Это тройной W sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это наш Skype, SunGates 108, солнечные оборота, на конце буквы S, SunGate 108. Если кто-то хочет задать вопрос, и даже в прямой эфир, пожалуйста, вы можете это сделать, добавив нас в контакты. Саш, давай, я хотел бы вот коснуться одного такого момента. Я, знаешь, я по жизни тоже, в общем-то, люблю экспериментировать. Более того, я люблю экспериментировать, так сказать, чтобы не подвергать никого каким-то испытаниям. Я для начала это делаю сам. Вот, в частности, совсем недавно мы с тобой встречались. Я нахожусь в городе Чикаго. Напомню, дорогие друзья, Александр Алимов находится в данный момент в Краснодаре, по-моему, да? Да, в Краснодаре. Да. Ну, мы встречались буквально два дня тому назад. Каким образом можно? Возникает вопрос. Мы встречались совсем в другом состоянии измененного сознания, в другом теле, можно сказать. Ну, в данном случае Александр прилетел ко мне. Вот он, я ему оставил адрес. Прилетел. Сейчас все будут, конечно, ну, не все. Многие будут смеяться. Уже поехали. Крыша у обоих, у ведущего и у целителя. Вот. Но, тем не менее, в том-то и дело, дорогие друзья, существуют вещи, о которых мы не подозреваем. И смеяться можно. Но это опасно, вообще-то говоря, в том плане, что... А вдруг правда в этом плане? Короче говоря, мы договорились, и я был подопытным кроликом, можно сказать. То есть, Александр меня, так сказать, чистил, поскольку совсем недавно так уж получилось, я перенес энергетическую атаку. Как раз под Новый год или в Новый год. Ну, и... Мы все должны быть, так сказать, в теме. Всякое бывает в этой жизни. Даже если чего мы не знаем, оно бывает, случается. Короче говоря, я попросил Александра, который вот мне в этом плане, так сказать, помогал. Хочу вам сказать, опять же, Саша говорил, что он не хотел бы, чтобы я об этом рассказывал, но, тем не менее, это ведь был факт. То есть, я спросил, а кто был этот человек? Он мне описал этого человека, причем я узнал этого человека, что самое интересное. Это говорит уже сразу о том, что действительно, вот это доказательство для меня, во всяком случае, того, что Александр обладает очень незаурядными способностями. Ну, и я могу рассказать о своих ощущениях, а потом Саша расскажет о том, что он видел и как он это, если он захочет, конечно, и как он это делал. То есть, я выполнил все предписания, которые мне рекомендовались, я, так сказать, лег на пол и попытался расслабиться, а дальше уже вот Александр со мной работал. Ну, могу сказать, что я чувствовал, я чувствовал действительно, реально, причем чувствовал, я чувствовал где-то какие-то напряжения, я чувствовал какие-то, скажем, расслабления, потом они, вот мы беседовали, потом они как бы совпадали с тем, что и Саша это делал. Это был, я попросил такой опыт, почему? Потому что мы сейчас говорим о программе, о которой мы договорились с Александром, она будет уже совсем скоро проходить, это программа обучения, обучения, ну, давай, Саша, ты расскажи вот совсем коротко о том вот опыте, скажем, в отношении меня и о самой программе, о чем идет речь. Ну, по поводу опыта, то есть, я уже как-то говорил, что я могу выходить ментальным телом, соответственно, мое тело находится, да, здесь, в Краснодаре, но я могу перемещаться в любую точку нашей планеты и за пределы ее, то есть, я так и путешествую к своим учителям, к своим высшим учителям, да, которые, опять же, находятся не на нашей планете, не в нашей галактике и так далее. На самом деле, ментальное тело может перемещаться с огромной скоростью, той, которую современные ученые не могут даже себе представить. Вот, поэтому я могу перемещаться в любую точку и также влиять на человека, то есть, да, стараться ему как-то помочь. То есть, когда ты умеешь управлять энергией, то есть, когда твое ментальное тело, чистота твоего ментального тела повышена настолько, что ты можешь спокойно, даже на расстоянии, то есть, когда находишься вне тела, спокойно влиять на человека, чтобы, к примеру, его лечить. То есть, вот, недавно совершенно я так проделывал тоже со своей ученицей, которая была на боли в тот момент, то есть, ну, она ощутила тоже мою воздействие. Я просто делал так, и когда она медитировала, то есть, я усиливал ее канал верхний, она это почувствовала, потом сразу резко отписалась. Даже она не медитировала, она сидела, по-моему, в кафе, у них была экскурсия по острову, вот, и она почувствовала, то есть, мое присутствие, можно так сказать, что я воздействовал, потому что своих учеников я усиливаю на занятиях, да, то есть, я их и чищу таким же способом, выходом ментального тела, когда я сижу в медитации, да, человек лежит от меня в полтора метрах от моего физического тела, да, я делаю выход ментального тела и, соответственно, чищу этого человека. Вот так и происходит лечение, то есть, также было когда-то, я лечил, сейчас это мой ученик, он находился на тот момент в Израиле, у него были проблемы, врожденные проблемы со здоровьем, то есть, можно так сказать, по-научному, даже не помню, как это называется, но назовем это порог сердца, когда в одном клапане находится дырка, череной из палец, вот так вот, то есть, и я даже заставлял его потом пройти медобследование, в итоге он прошел и врачи были удивлены, когда они могли найти эту дырку, да, в итоге нашли ее, но она составляла всего там в миллиметр, наверное, вот, и вот мы должны будем в Москве встретиться, чтобы я закрепил результат, потому что, опять же, я привык все проверять, поэтому я ее заставляю того, кого я лечу, пройти медобследование, потому что, мне самому интересно, влияние, то есть, это как раз и подтверждает, что тут факт моей работы, лично даже для меня, это еще большим подтверждением, да, я знаю это, но, я хочу посмотреть с медицинской точки зрения, то есть, как это будет выглядеть, если действительно влияние, или мне это кажется. у нас тут есть вопрос, вот сейчас появился мой сотрудник, Владимир, он хотел задать еще свой вопрос, пожалуйста, Владимир. Александр, слышно меня? Да, добрый вечер. Здравствуйте, Александр, я вот о чем хотел вас спросить, я отлично понимаю, что вы лечите, оказываете помощь людям в совершенно разных аспектах, а вот скажите вопрос, вот какой, что происходит, если вы видите, что вот это заболевание у человека, оно вызвано какими-то кармическими причинами, и, ну, как бы ему нужно через это пройти, это, по сути, элемент его развития, элемент его кармы, вы все равно в любом случае оказываете помощь, или здесь есть какие-то нюансы? Здесь я всегда смотрю, прежде чем приступать, потому что есть такая пословица, да, о медвежьей помощи, когда человек вроде, да, хочет помочь искренне, а получается все наоборот, ты только все портишь, да, как я уже и говорил, кармический цикл, там есть выбор, пройти этот опыт, не пройти, переосмыслив все, и если человек, то есть я сам никогда не навязываю свои услуги, то есть если человек обращается, значит его ведут ко мне, то же самое, как вот у меня приходят ученики, вот сегодня я буквально там занимался, да, с одной своей ученицей, она говорит, я просто помолилась там создателю, да, попросила там, чтобы у меня все-таки хороший ученик появился, ну, я не расхваливаю, просто говорю, не расхваливаю себя, просто говорю то, что она мне сказала, поэтому здесь ведут уже свыше, и тогда, да, это для меня, можно так сказать, свобода для действия, потому что человек дает мне, прежде всего, разрешение, а без разрешения нельзя никогда никуда вмешиваться. Я понял, спасибо, и если позволите, еще один маленький, надеюсь, маленький вопрос, он будет, он связан с нашей программой, которая была чуть раньше, вы тогда сказали, на мой взгляд, ну, очень серьезную вещь, для кого-то она вообще звучит сенсационно, наверное, о том, что уже произошло воплощение Иисуса, прихода Его на землю, и Он находится сейчас в плотном теле, я правильно понял тогда вас, да? Да, вопрос вот, в чем заключается, как вот в этом смысле относиться к тем служениям, которые производятся сейчас в христианских церквях, ведь там постоянно идут обращения к Иисусу, это различные молитвы, это вера в том, что Он находится где-то в высших мирах, так вот, это все равно работает, потому что это обращение к некому архетипу или к некой астральной проекции, и, ну, как бы, в любом случае это имеет смысл, или, учитывая, что уже Он находится в теле физическом, это просто, как бы, пустые слова, ритуал, и ничего за этим уже теперь не стоит? Ну, такой компрометирующий вопрос, если я сейчас буду отвечать на него, то это очень, во-первых, долго, во-вторых, это взбудоражит на агрессивный, и настроит агрессивно настроенных людей, религиозных, чего я не хочу, мне не нужна их агрессива совершенно, то есть, я буду говорить с той точки зрения, то, что я в реальности мог проверить и увидеть. Понятно. Давайте, у меня есть предложение, давайте мы все-таки, мы этого вопроса касаться не будем, у нас, как правило, мы не говорим о религии вообще, потому что это вопрос очень и очень серьезный, очень противоречивый, и очень такой чувствительный для очень многих, поэтому, если мы будем говорить о том, что Ванга инкарнировалась, это одно, или Нострадамус, это там то же самое, а вот если мы будем говорить о боге или сине боге, аватары, которые приходят на землю, они прописаны в ведах, на самом деле, и на сегодняшний день только один аватар, который придет в области бога, я могу это сказать с точки зрения вед, это будет еще очень и очень не скоро, его зовут аватар Калка, это будет разрушение того мира, в котором мы все живем, это будет еще очень и очень не скоро, а все остальное, это вопрос не нашего эфира, как мне кажется. Давайте мы все-таки перейдем к вопросу о программе обучения, которая совсем скоро, мы, Саша начинает со своими учениками, в разных, скажем, где, на территории России, правильно? Но в то же время, да, может быть, там, скажем, часть Соединенных Штатов, вот Чикаго, в данном случае присоединится, так мы ведем разговор. Какова программа, ну, не будем детализировать пока еще, ну, вот, цель это тоже понятна, но все-таки, из чего она состоит, какие-то вот три у нас главные, глобальные, скажем, такие аспекты? Ну, первый аспект, это основа энергетические практики, подготовить, то есть, слова, мысли, действия, дыхание, это все энергия. Вот здесь мы учимся взаимодействовать с этой энергией, то есть, начать ей управлять, чтобы начать трансформировать все свои энергетические процессы. то есть, немножко коснусь, все гадают по картинкам, то, что видят, да, мне показывали мои учителя, вот ставили в прямом смысле живого человека, можно так сказать, манекен даже живого человека, делали это как, ну, как будто вот кожа, внутренности испаряются, да, и остается только энергетический, можно так сказать, скелет человека, хотя человек стоит передо мной, он светится просто изнутри и показывали, как это все на самом деле проходит, да, то есть, да, у нас действительно идет один общий поток, в котором находится верхний, нижний канал, находится кармический цикл и так далее, то есть, ну, много всего, да, внутри нашего тела это уже распределяется, разъединяется, можно так сказать, да, по левой стороне у нас идет верхний канал, параллельно позвоночника, по правой стороне у нас идет нижний канал, внутри нашего позвоночника находится наш центральный канал, который и связывает, то есть, в центральный канал встроены наши чакры, можно так сказать. Сушумно это называется, на соскрытии, да. Вот, и чтобы запустить процесс трансформации, то есть, как еще говорят, раскрытие, активация, ну, чтобы дойти до подъема окончательно, много этапов, то есть, вот здесь мы как раз и запускаем все эти этапы, да, и сейчас по своим ученикам я вижу уже два месяца мы занимаемся в Москве, я вижу от них уже результат, то есть, у них идут активации различные, у них идут различные чистки, то есть, понятно, что все они все равно проверяют свое состояние, это нормально, это естественно, кто-то обращается даже к своим там друзьям, знакомым, которые, к примеру, там в эзотерике уже давно, и они, к примеру, смотрят их и говорят, как-то странно твое состояние, ты изнутри начинаешь светиться, и этот свет начинает выходить уже по тихоньку из тела. Вот, это один из аспектов, первым, что, чему я обучаю, это запустить процесс трансформации, повышение частотности, вот, и научиться, прежде всего, чувствовать, ощущать, управлять всеми этими процессами. То есть, это первый этап? Это первый этап. Второе, идет активация. Это уже второй этап, который проходит уже ближе к концу даже, обучение, потому что первоначально мы сначала готовим, наше тело не привыкло к подобным трансформациям, да, и к подобной чистой энергии, потому что у нас много внутри нас отрицательной энергии. То есть, мы чистим внутри, все внутри вычищаем, наполняем энергии, трансформируем, и, соответственно, наше тело также трансформируется, потому что оно испытывает на себе новую чистоту энергии. И с каждым разом эта частота повышается, и повышается, и повышается. Поэтому обучение идет таким чередом. Все практики по времени мы постепенно увеличиваем, добавляю еще практики. на второй этап я сказал, третий этап это уже как раз идет также медитативные практики, очень много работы с нашими внутренними состояниями, можем так сказать, гневными состояниями, обидами и так далее. также активация идет третьего глаза, повышение частотности, чтобы раскрытие, то есть и начинается активация нижних чакр, то есть постепенно первая, вторая, третья и пошли дальше. это уже не подъем кундалини, то есть до подъема кундалини нужно огромное время, этого недостаточно, то есть даже за год невозможно этого полностью достичь, полного подъема. Иногда люди годами к этому идут, и то не доходят, доходят только в следующем воплощении, к примеру, либо в этом воплощении они делают что-то не так и в итоге хотя у них опыта много и в итоге как говорят люди есть такое слово сгорают, потому что их тело не готово к подобным нагрузкам. И то есть моя задача чему научить? Всему этому и плюс подготовиться людей к предстоящему переходу. То есть сделать так, чтобы мои ученики не были подвержены чему-то влиянию, то есть влиянию энергетическому. Вот, к примеру, подобным атакам, которые случились на вас, Мэку, совершенно, потому что сегодня занимался с ученицей, она тоже просила свою подругу, подруга не лечилась в Тибете от рака, успешно вылечилась, монахов, соответственно, занималась там тоже. Когда она меня смотрела, у нее сильно заболела голова, и в итоге я ничего сделать не смогу, не посмотреть ничего. Получилось так, что когда человек настраивается, концентрируется, он направляет соответственно свою энергию на энергию другого человека. У меня частота гораздо выше, и при прикосновении, то есть при косновении энергии, моя частота накладывается на ее частоту, и начинает поглощать ее. И представляете, то есть идет направление энергии уже к ней, а ее тело не готово к таким энергиям. И получается некий энергетический удар. И человек это сразу ощущает, когда болит очень сильно голова. Ну представьте, ты не испытывал такую энергию, а тут ты стал это испытывать. Вот то же самое, с чему я учил. Чтобы никто не мог не сделать никакие привязки, ни подключки, не стараться управлять вами, чтобы вы могли действительно следовать своему пути, то есть я даю некий такой первоначальный этап своему обучению. Понятно. Ну это второй этап, и третий этап у нас целительство, да? Целительство, целительство в прямом смысле, когда я, к примеру, лечу своих учеников в Москве, то есть я их чищу. Сейчас это еще процедура продолжается, так как там ни два, ни три человека обучаются. И когда, к примеру, вот один из примеров, когда я начинаю раздвигать ауру, делать такую, можно сказать, небольшую дырку в ауре, потому что моя частота, она гораздо выше, чем частота ауру человека. То есть я проникаю через эту ауру захожу в физическое тело, и многие почему-то могут ощутить, как будто я нахожусь внутри их тела, или почувствуют, как я трогаю их органы, к примеру, сердце, почки, желудок и так далее. И зачастую, когда моя энергия начинает соприкасаться с ней, у них даже астральное тело поднимается. Я так беру, потом обратно, раз, потому что этот процесс должен контролироваться человеком. А из-за того, что моя энергия перекладывается на него, можно сказать, идет такая активация быстрая, и человек это ощущает, что был сделан выход, причем выход полностью из тела. То есть астральное тело полностью вышло и встало и смотрит за всем этим процессом. Я так, можно сказать, его отругаю, почему не помогаю, что-то десятое там. И за собой будут достать обратно. Вот так вот это происходит. Ну что, интересно, нам остается только ждать, когда мы приступим к занятиям. Дорогие друзья, если есть у вас намерение, желание приобщиться к тому, что вот мы сейчас беседуем с Александром, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, регистрируйтесь. Напомню, это Skype St.Gates 1.08 и это у нас можно прямо в YouTube и в Facebook задавать эти вопросы Александру или, скажем, мне. И мы вам ответим на вопросы. Владимир, ты хотел задать вопрос, да? Да, еще один небольшой вопрос, если вы позволите, Александр. Я вот о чем хотел спросить. Когда вы начинаете обучение, ну, ни для кого не секрет, что если человек начинает обучаться, допустим, в музыкальной школе, игре на каком-то музыкальном инструменте, то достаточно быстро можно определить, получится из него талантливый музыкант потом или чему-то он научится, в лучшем случае, может быть, и бросит и ничего, как бы, толкового из него не выйдет. Вот вопрос заключается в следующем. Когда вы начинаете обучение, вы как-то сканируете, видите тех людей, с которыми вам предстоит производить процесс обучения, может быть, даже как-то отсеиваете их или, ну, в любом случае, вы как бы обучаете всех и стараетесь, чтобы каждый получил максимум в той степени, на которую он способен, как это происходит? Нет, ничего подобного я не делаю. Конечно, если человек вызовет у меня некое сомнение, то есть, если человек будет психологически уже, можно так сказать, психологически болен, то, соответственно, я не возьмусь его обучать. Вот, если это действительно здоровый человек, то, соответственно, да, ну, никакой процедуры подобной, там, у меня нету, что я смотрю, стоит, не стоит. Я могу сказать так, способности есть у каждого, и то, что говорят сейчас современные люди, они просто боятся, боятся потерять свою нишу. Я же этого не боюсь, соответственно, поэтому, тот самый клиент, который у них был, он начинает обучаться, и получается, это уже не клиент свой. Поэтому, способность есть у всех, вопрос заключается в чем? Дошел ли человек или не дошел? Если он к тебе обращается, значит, его ведут. А так как у нас случилась активация всех процессов, энергетических, на переход, сейчас все двери открыты для развития. Почему? Происходит массово, настолько массово, настолько быстро, то есть, что ничего даже делать не нужно, потому что существует действительно определенная энергетическая программа для перехода, она запущена, она не даст свершиться никаким глобальным войнам. когда-то я пускай, ладно, не хотел в политику лезть, я когда-то Михаила поздравил с победой Трампа, потому что перед этим я получал информацию и просто не решил ее опять же выдавать сразу, бегом, а решил проверить. Вот честно могу сказать, американцы, вам радоваться нужно, потому что не случилось третий мировой глобальной. Если бы это случилось бы, если бы Хиллари Клинтон и стало бы, в прямом смысле я вам говорю, 17% человечества осталось бы на Земле. Включилась бы глобальная война. Я тогда должен сделать ремарку о том, что руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей, выступающих в эфире и не всегда согласны с этим мнением, несмотря на то, что даже у нас в эфире Александр Алимов. Хорошо. Спасибо большое. Дорогие друзья, этот сегмент нашей программы подошел к концу. Как всегда, было очень интересно. Александр, огромное спасибо. Мы будем встречаться, дорогие друзья, еще и еще. Если вы хотите задать вопросы Александру или, скажем, Сангейтс Радио, пожалуйста, вы можете это сделать. Ну, а сейчас остается пожелать сегодня пятница, как говорят в Америке, Сэнс Гатт Фрайдэй. Что в переводе означает спасибо пятница. Благодарение Богу пятница. То есть, рабочая неделя закончилась. Но это те, кто ждут окончания рабочей недели. А для нас одно удовольствие вести эти программы, особенно, когда у нас в эфире такие позитивные люди, как Александр Алимов. Но, тем не менее, дорогие друзья, мы желаем вам хороших выходных, мы желаем вам всего хорошего. Старый Новый Год, говорят. Да, вот спроси у американцев, что такое Старый Новый Год, он не поймет. Вот, он спросит, это старый или новый? А Старый Новый, такого не бывает. Как не бывает, как здорово говорил, что такое да-нет. Или да, или нет. Ну, вот, специфика такая. Еще раз, всего доброго, до свидания, всех благ, и до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.